Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами снова GENIUM. И сегодня бы мне хотелось рассказать вам про игрушку NBA Movies. Это игра 2009 года, ей уже прилично лет, однако игра с своей оригинальностью и своим сюжетом до сих пор затягивает игроков, точнее даже не сюжетом, а геймплеем, потому что сюжета здесь просто нет. Что же это такое? Давайте начнем и я вам буду рассказывать все по-другому и по порядку. Это головоломка, которой нам предстоит управлять вот этим бумажным человеком. Ой, жесть. Бумажным человечком. Так, что-то я не туда нажал. Игра поддерживает как клавиатуру с мышью, так и контроллер. Наша основная задача добраться до места, точнее до листочка, на котором был нарисован наш главный герой. Наш главный герой это вот этот вот бумажный человечек. При этом нам нельзя разбиваться и нельзя упадать за границы мира. Вот например вот так вот. Все происходит на бумаге. Головоломки. Вот первое мое впечатление, когда я вообще включил эту игру у меня было боже мой что это такое вообще, что это, куда я попал и надо срочно это выключить. Однако, поиграв некоторое время, она затягивает. Она действительно затягивает. Почему? Она затягивает самой механикой. Механика решения задачек здесь очень проста. Мы управляем миром. То есть мы можем поворачивать мир по часовой стрелке и против часовой стрелки. Собственно, вот этот весь наш механизм, который у нас есть для решения головоломок. Давайте попробуем все-таки куда-нибудь пройти. Вот эти ребята, это автосейвы. Они периодически появляются на уровне. Достаточно всего лишь на них добежать, нажать. И он будет показывать, в какую сторону нам идти. Потому что ориентироваться без какой бы то ни было карты очень-очень сложно. Нужно просто помнить, куда идти. Аккуратно. Сильно-сильно лечу. Так. Эть. Эть. Оп. 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 Что такое? Самое сложное, это просчитать траекторию, в какую сторону оно будет двигаться. Так. Так. Еще из механики игры. Мы можем быть убиты самим уровнем. Давайте я вам покажу, что это такое. Так. Раз, раз, раз. Вот, например, вот сюда вот мы запрыгнем, да? Ой-ой-ой. Мы не успеваем выбраться. Что же, что же делать? Эть. Собственно, нас просто-напросто разрубает. Поэтому данную головоломочку, данную, мы должны будем преодолеть как-нибудь вот так вот. Эть. Фух. И... Тем самым, мы должны бегать по уровням проходить. К сожалению, с сюжетом здесь немножечко игра подкачала. Точнее, полная ее отсутствие. Ну, немножечко... Аааааааа. Жесть. Немножечко напрягает. Хотелось бы все-таки знать, что это за человечек, куда он бежит, кто его сюда послал. Вообще, может быть, его нарисовал какой-нибудь мальчик или девочка в детском садике. И запускает его. Потому что бегать и решать головоломки, ну да, это весело, я не спорю. Это довольно-таки прикольно и сложно. Потому что достаточно один раз оступиться и вот что получается. Но хороший сюжет, как мы знаем, он добавляет шарма игре. Он делает ее более интересной. Также мне не очень понравилось, это знаете, что это звуковое оформление. Звуковое оформление здесь идет по принципу минимализма. Так, здорово нас только что потроллили. Так, аккуратненько. Ой, разобьемся. Так, надо, значит, сделать вот так. Так, аккуратно делаем прыжок. О, все, перепрыгнули. Здесь музыка идет просто действительно по принципу минимализма. Тут какие-то звуки, какие-то шумы. То есть в данный момент мы попали, как вы догадались, в лес. Я думаю, что вы это заметили. И, как слышно, значит, у нас есть шум травы, шум листвы и каких-то лесных животных. А, скорее всего, это сова. Так, надо вот туда проползти. Это делается вот так. Нет, не так. Вот так. Нет. Давайте еще разок попробуем. Да что я... Оп. Вот так вот надо. Музыка, она периодически появляется, но я так и не понял, по какому принципу. Просто если бы, например, у нас был бы обычный классический принцип, что что-то происходит, появилась музыка. Вот, например, сейчас мы слышим шаманские звуки, да? Ох ты! Слушайте, это сурово. Так, ладно. Аккуратно. Ты, тихо, тихо, тихо. Да что я... А, не знаю! Не могу запомнить, куда в сторону. Вот, к сожалению, вот, из-за всех этих минусов, игра, мне кажется, и немножечко прошла мимо. Да, у нее есть награды. Ну, это все вытягивает геймплей. Ой. Разбился. Но если бы вот ей добавить вот немного... Я, что такое? Левую нажать. Вот ей бы добавить, вот действительно, немножечко сюжета, и все. И игрушка была бы просто шикарно. Пусть, там, не знаю, он спасает какую-нибудь нарисованную принцессу. Или, не знаю, там, ищет своих родителей. Что угодно, в принципе. Мальчик может делать, потому что он у нас нарисованный. Все, что придумаем, то и будем делать. Однако же, нет, разработчики решили, что это... Ой. Будет усложнять игру. И выпустили в таком минималистичном стиле. Уровни меняются. Уровень от уровня. То есть, у нас не всегда этот лес. Не всегда, вот, задачки на ветке. Например, в прошлом уровне нам необходимо было отвлекать хамелеона при помощи летучих мышей. То есть, нужно было... Ой. Аааа. Три летучих мыши, чтобы отвлечь хамелеона. Потому что иначе он нас просто-напросто съедал. Он, видимо, не любит бумажных мальчиков. В других уровнях нам, например, нужно было просто-напросто перекидывать камни. То есть, если бы у вас были советские головоломки, например, где... Аааа. Где нужно было... Аккуратно. Аккуратно. В советские головоломки, где нужно было шарик катать по лабиринту. Вот. Это примерно нужно было сделать. А, ну хотя вот, собственно... Я вот только что сказал про лабиринты. И вот смотрите, что у нас тут появилось. У нас есть вверху обезьяна. Внизу есть банан. Соответственно, нам этот банан нужно по-любому доставить туда обезьяне. При этом... Ой. Ага, понятно. То есть... Банан еще портится, да? Понятно. То есть, банан портится при любом касании. Соответственно, раз. Соответственно, два. А, нет, смотрите, смотрите. Здесь он сильно не падает. Вот, кушай банан, обезьянка. Ааа. Да она меня убила. Злая обезьяна. Я тебе банан принес. Что-то я чую, что она сейчас его съест и закроет. Надо, надо бежать. Нет, нормально. Вот. В чем же еще развлекуха этой игры? Развлекуха этой игры в том, что у нее есть разные модули. Пройдя любой уровень, мы можем потом посоревноваться в прохождении его на скорость. Есть, да, есть такие люди, фанаты, которые фанатеют от того, что нужно, нужно быстро, быстро, быстро все пройти на скорость. Вот, ребята, это для вас. Если у вас, тем более, например, друзья в это играют, вы всегда можете тренироваться вместе с друзьями, посоревноваться вместе с ними, устроить свой небольшой рейтинг. Ну, а там уже то, что придумает, на что играть, это уже его развлекуха. Если честно, игра... Вот этой вот механикой чем-то напоминает фез. Точнее, наверное, фез все-таки напоминает, потому что он был позже выпущен. Но там, как вы помните... О, жесть, что это? Так, все понятно. Это были... Как они зовутся? Качели. Но если в Физе мы из 2D мира в 3D мир попали, то здесь у нас все в 2D и вращается все просто по кругу. Что тебе тут интересное? Чем дальше играешь... Больше игра затягивает, честно. То есть, попробуйте, дайте шанс этой игре, не забрасывайте ее после 5 минут, как я хотел это сделать. Поиграйте немножечко... Ой, так, понятно, надо вернуть качели. Немножечко поиграйте. Да что же вы качели-то? Идите сюда. Как я уже сказал, попробуйте, поиграйте. Думаю, вам может понравиться. Да нет, разбился. Так, ну что ж. Как нам спуститься? Так, давайте вот так вот отойдем. И вот так вот сделаем. Ой, нет, вот так вот. Неа. Слишком далеко. Собственно, вот она вся игра. Придумывайте, решайте головоломки. Крутите мир. Вращайте так, как вам нравится. А, вот что нужно было сделать. Прощайте так, как вам нравится. И-оп. Ну и смотрите наш канал. С вами был Дженниум. Это был Универсальный Игровой. Играйте в хорошие игры. И как делает этот пацан. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok